друзья приветствую с вами Сергей Бодя находимся на поле где мы сеяли после уборки ячменя 13 июня мы посеяли подсолнечник это обычные гибриды там вегетация 110-115 дней под евролайтинг поле визуально чистый но если чеки полыни мы сейчас сработаем глифосатом и тут внесем еще сразу евролайтинг перед этим я подъехал посмотреть сегодня 16 число посмотреть не получится ли так что у нас уже каким-то чудом есть всходы давайте сейчас попробуем найти мы сеяли заглубляли не было понятно будет большой дождь или нет у нас выпало теперь на этом поле больше 60 осадков 60 миллиметров за эти два дня чтобы было там очень хорошо пропиталось все друзья сейчас будем пытаться найти я так чуть жестко ищу тут мы сеяли 42 тысячи болота визуально вижу что оно не взошло поэтому дальше копаться не буду это вот настолько осадка выпало поэтому мы сейчас вносим здесь два литра глифосата калийного и вносим сразу евролайтинг потому что у нас начнется уборка дальше после да как подсохнет и нам сложно будет сюда да да и с опрыскателем это потому что надо убрать и мы видим что тут у нас ромашка у нас полынь и но есть двудольный плюс пойдет падалица поэтому сразу и страховым гербицидом баковой смеси она получится резистенция одно дополнит другого увеличить но усилить действие то есть из-за этого они лучше сработать жестче скажем так по сорнякам видим что у нас грибочки растут в поле то есть то чем я говорю что без удобрений за счет чередования корневых систем за счет всего оборота то что есть поджневные остатки эти слонцы на четвертый год нам дали 33 центнера без удобрений почему надо с уборкой тоже не задержится вот рядом поле как видите уже чернеет поле пшеница поэтому нам надо будет тоже наши поля переходить и так мы тут сработаем страховым гербицидом и будет калийный калийный глифосат потому что с полынью нам тоже надо бороться да она боится грандстара мы увидели он ее притормаживает но я думаю сейчас эти два гербицида ее тоже притормозят и мы смело сможем себе дальше заниматься уборкой и посевами на других полях есть там поля там очень много у нас лаковых сорняков мы там тоже так же сработаем здесь выпало 60 почти 70 миллиметров и плюс у нас до этого было здесь за две недели до до посева выпало около 45 50 то есть у нас сроки ранее ой сроки позволяет для позднего посева и у нас есть влага эта влага она выветрится тени 3-4 месяцев она не продуктивная поэтому зачем держать поле и бороться только сорняками когда мы можем сюда внести другую корневую систему это стержневую и разуплотнить почву и почва будет разуплотненной за счет корневой системы подсолнечка и потом мы сможем спокойно себе в этой низине где солнце нам будет легче и сможем мы больше накопить влаги продуктивной так как мы вносим евролайтинг тут следующие выходы в этом поле я вижу тут посев люцерный раз посев сорга по системе клерфилд это высокоуглеродистая культура сорга которая тоже будет позволять на хороший корм для биоты на данном поле на саванцах вот такой краткий обзор друзья всем удачи ждем сходов и убираем дальше будут еще посева буду еще показывать так друзья проводим опрыскивание это поле где я говорил больше ссорности тут видите листика только не толком нету как она тут прилипнет очередкой мышь пошел поэтому работаем калийным глифосатами евролайтингом где нигде есть березка смотрите есть очаги горец птичий думаю что правильно мы гербарий с них делали в техникуме есть такой злаковый как он прилипнет к нему да свинороя есть очаги горец птичий березка камыш то есть поэтому мы сейчас заходим вот и даже предпосевную обработку и я хожу вот болото и смотрите да ну вот болото и все равно смотрите овцы уже сюда запускается то есть но топчется топчется затаптывается утрамбовывается верхний слой потом когда идет дождь уже почва не может все это впитать себя и такие лужицы остаются и со временем у нас когда круглый год выпасать тут вот видите смотрите меняется растительность и ухудшается водонепроницаемость почвы растительность меняется и потом такие застои солончковые пятна ведь тут ни полы ничего не росло было бы сухо без вопросов пройдите себе прошлись овцы покушали нормально но нам в данном случае это надо здесь растительные остатки наверх потому что листовая масса для того чтобы гербицид пошел и он потом медленно впитывался туда шел корневой стене то есть нам надо побороться с этими сорняками многолетними для этого нам нужна ихняя листовая масса лишний раз затаптывать поле тоже ну она же не сухо тут болото реально овца тонет ногами и сюда пускать так случилось так случилось ну бывает как бы я уже поговорил с топцами они уже будут знать будем сеять уже не будут пускать еще вот такие дела проводим опрыскивание дальше тут подсохнет завтра навряд ли мы еще зайдем посмотрим может после обеда отсеем и будем смотреть нам надо еще дальше уборку продолжать а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok